Слава Богу, я вот верующий в Иисуса Христа, верю в вечную жизнь, в Царство Небесное, обязательно, а ты откуда будешь сам? С Грозного? А я с Алтая, с Барнаула. Как у вас дела? У нас холодно очень, а так хлеба много было в этом году. Нормально. Ну так-то у нас мирно, войны нету никакой, у вас-то тоже там мирно сейчас. Наверное, я не знаю, я из дома не выхожу вообще. Как так? Ты же должен спортом заниматься, как не выходишь? Ну, спортом можно и дома заниматься. Ну, это большой дом надо иметь, ага, можно. А как с верой-то? В Бога-то веруешь ты? В Бога веруешь? Ну, ты вот в мечеть ходишь в мечеть? Я, да, хожу. Ну, говоришь, с дома не выхожу. Аллаха верю я. Ну, вот. И нам вот Христос несет... Христос нам мир несет. Главное, мир с собой и с Богом. А мы что, зло несем, что ли? Я рассказываю, что мне несет, что мне несет мой Бог. Ну, это когда мы все умрем, тогда вот узнаем, кто прав был, кто виноват был. Главное, чтобы на этом земле мы мирно, дружно все жили. А когда умрем, там разберутся, кто прав был, кто не прав был. А я по земле. Ну, у нас Библия конкретно об этом. А? У меня Коран. Я Библию тоже читал. Ага. Ну, у меня Библия вот на моем столе, Библия. Новый Завет Иисуса Христа Господа нашего. О том, как в вечную жизнь попасть, в вечную жизнь. Это, видишь, у нас же есть спасение души нашей. А у вас как раз о спасении... Ну, давай, смотри. Вот такой с бородой, короче, такой мужик, вам бы вот ислам надо было принять. Почему? Почему именно ислам? А ислам – это самая правильная вера. Ага. А вот гляди, вот ислам младше, чем... Нет никакой веры, но это то, что факт, что я знаю, что это истинная вера – это ислам. Угу. Угу. Вот гляди, вот... Есть. Угу. Угу. Ну, давай, говорите. Я говорю, гляди, это... Про истину это хорошо. Каждая рели... Каждый, кто, ну, верует, свою религию защищает. Молодец, ты защищаешь ее. Тем более, что у вас в Коране и сказано, что вы должны защищать. А у нас Христос, видишь, как подошел с такой стороны, что недаром ты сказал, что я должен быть мусульманином такой здоровый. Дело все в том, что если ударили нас в одну щеку, мы должны подставлять другую щеку. Вот в чем дело. Любить врагов своих. Любить врагов. Если враг голоден, мы должны его накормить. Если он хочет пить, то, значит, мы должны напоить его, говорит Христос. Евангелие от Матфея, 6 глава, полностью говорит нам об этом. Да? И более того, если враг гонит тебя, гонит враг, то я должен что? Благословить его. Ну, теперь возьмем историю, да? Ведь ваша страна была захвачена Россией по-настоящему, оккупирована русскими. Вам же не давали жить по вашим законам, как вы хотели. Постоянно воевали с вами, воевали. Ну и в конечном... Кто хотел жить по своим законам, а жить... А кто не хотел, тот не живет на сверху. А на счет оккупированной, не оккупированной, это Аллах все знает, все видит. Ему лучше, виднее было. Насчет политики я ноль. Ну, я не про политику говорю, я говорю просто об истории. Это 19 век, весь 19 век прошел в войнах. Немало... Ну, раз базара нет, да. Я историю свою знаю. Это... Как это? Шаймансур воевал. Шамиль. Беновицкий, Априлек, Жаминрхан. Да. Все, я историю знаю. Знаменитый Шамиль. Шамиль. А? Я говорю, знаменитый Шамиль, это песня, помнишь? А на горе стоял Шамиль, и он Богу молился. За свободу, за народа Богу поклонился. Про Шамиля эта песня. И главное, с каких времен осталась она? Имам Шамиль или Шамиль Басаев? Имам Шамиль. Имам Шамиль. Шамиль Басаев, ну, там, понятно все там, что было. Там все понятно, что было. Ну, может, он за свободу бился где-то. Ну, людей поубивал множество. А там тогда народ, тогда русские войска зашли, конкретно захватывали селение. Не только Шамиль. Не только Шамиль. Ну, я просто говорю, что это самая, ну, самая такая одициозная фигура в защите горных племен. Будем говорить. Ну, и гляди, кто не знает, кто не помнит свою историю, кто не помнит свою историю, тот в дальнейшем не будет помнить и свою мать. Не вспомнит. Вот в чем дело. История это наше все. Другое дело, что ты правильно говоришь, что надо мирно жить. Потому что не так много нам жить остается. В конечном итоге Антихрист придет и захлестнет всех. И мусульман, и православных. Ну, всех, кто не хочет верить в то, что будет Бог, Бог-человек новый. Так что, готовимся к суровым временам. Ну, старый, я знаешь, я вот какой человек. Я вот пять раз молюсь, в мечеть хожу, никому не мешаю, дорогу не перехожу, старших уважаю. Ну, молодец ты, хорошо. У меня пока нет проблем. Ну, есть несправедливости везде. Ну, а что поделаешь? Надо проглотнуть и подождать. Это все начерпано Аллахом. Несправедливости. Надо это не изменить, не исправить. Все идет, как должно идти. А мы просто существуем на этом земле. Эта земля стала, знаешь как, вот нас, ну, на экзамен. Типа, вот, ты хорошо прожил. А ты так вот получаешь в школе, под пятерком. Ну, такая же будет. Вот судный день на твои грехи, на твои хорошие деяния будет смотреть. Вот такая же система. Надо жить мирно, людей любить. Аллах единственный, вот, всех людей создал. Всех не отделил ни от кого, ни от чего. Все равны перед Аллахом на земле. Ну, судный день, судный день будут. Вот, мы когда вот намаз читаем, фатия читаем, вот там все написано. Аллах говорит, я со всеми на земле. Справедливо. Со всеми. Или ты христианин, или ты еврей, или буддист, разницы нету. Мы, не мы дали людям жизнь, и мы не дали его забирать. Да. Я так думаю. Ну, а там то, что там людей поубивали, это политика еврейская идет. И все. Ну, сильно сказано, глубокомысленно. Ну да, евреи многое затеяли в этой жизни. Ну, с другой стороны... Давайте почитать. Что это? Плохо, я не вижу тут расплывчато все. Непонятно. Посмотри. А кто это? Языки чеченца нет слова приказать. Никогда у нас не было ни тюрьм, ни сила, ни крепости, ни рабства, ни князней. И виламожен, не обозначенный, ни господин, ни иголокей. Угу. Жазар дудаю. А, ясно. Ну, это справедливо. Справедливо совершенно. Дело все в том, что государство верующего и быть не может. Потому что государство уже предполагает это власть какую-то. А Христос там оставил учение. Вот, царствие небес там. Ну, власть. Власть одна. Только одна власть. Власть одна. Ну, да. Господа над нами должна быть власть. Это понятно все. Мы должны подчиняться. Но все равно старшие-то есть, конечно. И среди верующих там есть муж, жена. Так как жена согрешила пред Богом, а муж был соблазнен уже ей. Ну, как Адам в раю, Ева и так далее. У нас же много схожего. Дело все в том, что наша христианская религия же дала начало именно Мухаммеду, что он, когда ходил по странам с караванами торговцами, он же выбирал все самое лучшее. Но он хотел единобожие, не хотел, чтобы жертвоприношения человеческие приносились. Ну, очень много мирного желал. До такой степени, что ваш народ его назвал даже пророком. Это великое звание это человеку дали. Но у нас по Библии пророки уже закончились свои пророки. А закончились они еще до Мухаммеда. Очень давно. Последний пророк за 400 лет перед Рождеством Христа закончился. И больше у нас пророков нету. Теперь у нас есть учителя и пастыри нашей церкви. Вот так. Которые просто несут, дальше продолжают нести... Пророк, пророков... Ну, Иисус... Последний был... Пророков. Да, я знаю, у вас Иса, это наш, как вы говорите, Иисус пророков. Но вы не даете никаких шансов ему для того, чтобы показать, кто он на самом деле. Он богочеловек был. То есть, Бог, который пришел на землю, чтобы показать, как нам правильно прожить здесь на земле. Но мы все от Бога. Мы же все от Бога. Мы все Божьи сыновья. Это так. Мы тогда сыновья Божьи. Тогда сыновья полностью. Если мы следуем Его заповедям. А люди не смогли следовать заповедям Бога. Бог был Иегова по-нашему. Иегова. Бог Отец. Иегова его звать. Мы не смогли следовать этим заповедям. И поэтому ему ничего не оставалось, как нас убить. Потому что возмездие за грех смерть. Говорится в Писании у нас. Если ты согрешил, то есть заповедь не исполнил. Вот в этот момент именно. Вот сегодня, в эту минуту. Тебе смерть грозит. Но так как ты правильно говоришь о том, что Господь, Он справедливый. И Он свою справедливость до конца ей действует на земле. А какая была, почему Он справедливый? Дело все в том, что Бог, это самодостаточное существо. Он самодостаточен. А мы не самодостаточны. Мы должны прилепиться к Нему. Потому что законы жизни Он нам сотворил. Как и свою самую жизнь. А по какому закону? По закону любви своей. А откуда это мы знаем? Из того, что Бог внутри себя имеет божественную любовь. А как это понять? Как Он сам себя любит? Поэтому мы, чтобы не путаться, у нас церковь постановила, что Бог есть Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Все сами в себе. Во едином Боге существует божественная любовь. Это связь Отца, Сына и Святаго Духа. Как бы действия Бога разделяются внутри Него. Первое. Это Зиждитель. Тот, который смотрит над всеми. Это Бог Отец. Бог Сын. Тот, который исполняет Его поручения. Но сам же Бог себя и посылает. То это Иисус Христос. Который пришел на землю и даровал нам познание о том, как нам дойти до Царства Небесного. И как прожить здесь жизнь людьми. Не зверями. Вот не как правильно ты говоришь, что кому-то обиды причинять и так далее. А именно вот так спокойно, как ты о себе рассказал. Спокойно жить, молиться Богу. Трудиться. Воспитывать детей. Любить жену свою. Не гулять нигде. Не пить, не курить. Вот так вот. И ты дойдешь. Это как бы безгрешная жизнь. Но надо еще делать и добро, милосердие. А вот это милосердие несет нам Дух Святой. Дух Святой исходит от самого Бога через Иисуса Христа. И теперь у нас нету здесь на земле Отеца естественно на небе. Иисус Христос, Он свое дело сделал в течение 33 лет и ушел. Его убили. Мы показали, как жить человеку, который делает все по закону Божьему. Его только убить могут здесь люди. И до сих пор могут убить. И ты не думай, и среди ваших такие люди найдутся. И среди христиан этих тоже найдутся. Среди буддистов найдутся такие люди, которые не поймут правильной жизни. Скажут, о, ты неправильно живешь. Надо как-то немножко, знаешь, честолюбие иметь. Как-то начальство над другими. Что ты такой, ну, неправильно живущий. Мало командуешь там или что там, распоряжаешься чужими жизнями или чужим имуществом. Найдутся такие. Вот нашлись, убили. И остался только Дух Святой. То есть, Бог невидимо здесь существует среди нас. Почему? Потому что, если бы Он был видимо, Его бы гнали везде. Гнали, старались бы убить Бога, старались бы Бога убить. Вот ты думаешь, эти ракеты, чего вот они придумают, ракеты? Потому что евреи знают, что Иисус Христос придет на облаках. Второе пришествие Его будет. И теперь они ждут, когда Он придет, чтобы по Нему ракетами стрелять, дураки. Он-то духовно будет, духовное присутствие. Нельзя его ракетой подбить. А они все только для того делают, чтобы Он не пришел. Отогнать его. Ну, это еврейская, масонская заговор против Христа, против любви к ближнему своему. И вот это вот все они распространяют. Но, как говорится, а вот мусульманам не повезло. Но, если христиане как-то они себя уже зарекомендовали со стороны прям самой нехорошей, своими крестовыми походами. А мусульмане, вот как началось вот эти террористические акты, начиная с 1972 года. Когда в Мюнхене арабы, арабские террористы захватили этих еврейских-то спортсменов. И вот с этого самого времени началась вот эта арабская, ну или как говорят мусульманская, вот этот терроризм. Ну, террористы были самые лучшие, это русские, русские террористы, которые всему научили других людей просто. Поэтому, ну, теперь чтобы мусульманам, то есть вам показать, что вы добрые и милостивые люди, я не знаю, что нужно делать. Но нужно показать жизнью своей, что вы действительно такие. В каком году, в каком году это было? 1972, 1970. Когда вот еще наши мусульмане правили весь миром, мы могли бы вот на блюде принести весь верующий, вот другие террористы, я не знаю. На это мы были способны, вот мусульманы могли на блюде просто привезти и вот отдать. Мы этого не сделали, знаете, почему мы не сделали? Мы мусульмане, мы верим в Аллаха, у нас сердца добрые. Есть, вот как вы сами сказали, вот допустим, да, вот поймали там человека, этого человека, он воевал или не воевал, это уже он перед нами человек. А там то, что его убьют или как-то, там вот Аллах над ним есть, все он, ну, сам видит, все знает. А то, что там вот это там евреи напридумывали, единственное, вот есть одна вера, есть вера в мусульманское истина Аллаху Акмару, больше никакой веры нет. А вот то, что вот там напридумывали люди в себе, вот допустим, да, вот два заблуждения вести, другого заблуждения вести, ну, я не знаю, я вот никакой религии не имею. Впрочем, у каждого, это хорошо, что человек вот верующий есть, а если человек ни в чего не верит, он не человек. Собака тоже ходит на земле, кушает себе, спит и все. Если ты не веришь в человек, ну, если ты ничего не веришь, значит, ты тоже стану вот это животное. Мы вот, я не знаю, значит, мы с вами вообще, я не знаю, почему на этот счет там мусульман, вот да, вы себе вот молитесь, как вам положено. Но я вот болюсь как, я не говорю, а вы в неправильном молитесь, ну, это вам виднее. Вот меня учили, вот так надо молиться, вот Аллах Един, его пророк, салам, салам, вот, и все, вот я все пророков знаю, Иисус, Исаат, Соломон, Сулайм. Вот много я в Библии тоже читал, вот этот пример, в Библии тоже читаю иногда, иншаллах. А так, как вас зовут? Меня Игорь звать. Игорь. А? Игорь. Ибрагим очень приятно. А так, если что, если приедете в Чечню, приезжайте, мы гостеприимный народ, без разговора встретим вас как положено, как по нашей обычай. А так, я вот далек, я вот просто, знаете, что хочу. Вот, допустим, да, вот с вашей стороны, России, с нашей стороны, Чечни, сколько людей погибло? Ну, да. Сколько людей? Погибало, да, солидно людей. Что там говорить. Ну, слава Богу, что не больше. А вот точно так. Ну, вы здесь не видели, просто не знаете, когда во время войны, война идет, там, этот, вот, детей, о себе вы не беспокоитесь, о детей, о стариков, вот это переживание. Ну, так, ну, ладно, старик, давай, удачи тебе. Ну, да, бывает такое. Мир вам. Верующие православные христиане. Рассказываем о Христе, о вечной жизни. У нас община православных христиан, много десятков людей, ну, каждому свое. Ну, это, да, как в лагере, в концлагере, да, каждому свое. Так Господь сказал, ну, только два желания исполняется, или в ад, или в рай. Ну, вот мы те, кто желаем в рай попасть. Точно, с этим не поспоришь. Каждый человек умрёт. Дело в том, что он не... Я вижу, у вас, ребята, время у меня так... Сколько же, подождите. Ну, у нас не утро. Одиннадцать у нас. Четыре часа. Четыре часа сорок две минуты. Утро. Ночь, смена, работа. Знаете, я не спавший, я не готов поспорить. Да и спорить-то нечего. Нет, 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 не будем спорить. Нет, спорить-то нечего. Человек-то верующий я и сам, в принципе. Ага, ну тогда... Только он у меня религия со всеми нами. Ага. У нас есть свои ресурсы на Ютубе. Мы можем вам сказать наши данные. Можете зайти, посмотреть. Ничего не значит это вообще. Во свете... Во свете Библии. Открытым оком. Открытым оком. Глазом, значит. Во свете Библии. Канал на Ютубе. Канал. Тринадцать тысяч с лишним роликов. Ну, вся наша жизнь как наизнанку выворачиваем себя. Интересно. У нас в гостях бывают и мусульмане. Недавно он был мальчик Нурмагомед и Мухаммед, да, отец его, да? Магомед. Магомед отец с отцом вместе. Это не тот ли боксер или как его? А, нет, 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 нет. Нет, это в Барнауле мы живем. И мы просто пришли посмотреть на нас. Правда ли, что мы такие, они исполняют законы там, что бороды у нас и так далее. Ну, по закону это же все. Барнаул у вас это Дальний Восток. Барнаул это Алтайский край, это посредине между Москвой и Дальним Востоком. А, память о чем? Ну, там еще, туда Путин еще все время ездит рыбачить на Алтай. Ага. Доброе я вам желаю. От чистого сердца больше праведных, скажем, мыслей и дел, чтобы не вы не отступили от своего, скажем, ну, как же это правильно сказать, но от истины своей. Ага, неплохо. Благодарим вас. Помоги, Господи, и вам тоже и в истине оказаться. Спасибо, спасибо, до свидания. До свидания, всего доброго. Подумали, девчонка какая постарше, да. Мир тебе, дорогая. А то с маленькими непонятно начнешь беседовать, скажешь, что ты неправильная ориентация, что-нибудь такое. Мы православные христиане говорим о Христе во имя Отца и Сына и Святого Духа. А Христос принес нам благую весть о том, что мы вечно можем жить, если будем следовать по заповедям Его или, как мы говорим, за Его окровавленными стопами идти. Да. Угу. Он умер ради нас. Умер ради нас. Значит, вы вечно будете жить? Да, обязательно. Все будут вечно жить, кто последует за Иисусом Христом, за Евангелием. И что надо сделать, чтобы вечно жить? Это нужно заповеди Христа исполнить. Любить Бога, любить Бога, да. Это первое. Потом, дальше, никого не убивать, не обижать. Потом, не лгать. Не завидовать. Все это нужно исполнять. Любить родителей. Написано, почитайте родителей своих. До старости, до самой смертушки. И тогда тебе Бог не даст. Никакое хорошее здоровье тебе Господь даст. Никаких болезней. Если ты будешь любить своих родителей и слушать их. Ну и так далее. Ну, когда надо слушать. Желательно, чтобы верующие были родители. Тогда они тебе и Слово Божие преподадут. Не верующие. У нас канал есть. Ну, понятно, что не верующие. Бывает такое. У нас канал есть на Ютубе. Запиши себе. Заходи. Смотри нас. Много полезного. У нас много детей верующих. Ты можешь на них посмотреть. Концерты идут. Называется открытым оком во свете Библии. Как открытым? Открытым оком. Глазом, значит. Ага, понимаю. Око это глаз. Ну, в литературе по не читала. Во свете Библии. Ну, Библия слышала Слово уже. Конечно. Можешь набрать. Хоть сейчас. Хорошо. Все. Пошла посмотреть. Помогите Господь. До свидания. С Богом. С Богом. С Богом. Православные христиане. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рассказываем о вечной жизни. О том, как спасти душу свою от сатаны. От греха. От смерти. Ничего не надо. Мир вам. Мир вам. Православный христианин. Верую в Иисуса Христа и вечную жизнь. Желаете душу спасти? М-м. Душу свою спасти желаете? Желаете? Душу спасти? Да. И себя, конечно. Ну, а кто не хочет? Ну, есть такие, которые не хотят. И много таких. Много таких. Мир. Ну, я верую в Бога. Вот только в Христиан. Ну, теперь нужно не просто веровать, а с целью. Верую в Христиан. С целью. Чтобы пасть к нему в Царство Небесное. В Царство Небесное. В Царство Небесное. Ну, это я осудил его. Ну, а для этого нужно исполнять заповеди его. Ну, я вообще сам православный христианин, и я как раз в этой церкви православной. Каждую субботу, в воскресенье молюсь, вечером и утром совершаю молитвы. Так, ну, беседую со священниками, с людьми беседую, чтобы они исполняли законы Христа, а не человеческие рассуждения угождали. Допустим, попам, которые не являются таковыми, или врут людям, или на себя работают. Ну, например, еще что-то там, еще что-то, у них уже есть подвинутые цены. Да, но это неправильно, это симония называется. Ну, это написано в Слове Божьем. Когда Симон Волк уверовал, это в деяниях святых апостолов. И попросил у апостола Петра за деньги дар возложения рук на людей во время крещения, или благословения, или исцеления. И он был проклят, этот Симон. И вот так отсюда пошла симония. То есть люди за деньги хотят купить благодать Божью, или дар Божий. Ну, я вот верую, все, я читал Библию, все, как бы, это, да. Вот, я вам, я поинтересуюсь одним вопросом. Вот смотрите, вот Иисус, да, вот Он родился, все, как бы, да. А вот где описывать Его жизнь до 18 лет? До 18 лет нигде. О чем мне рассказывать, Солёв? Чем он занимался, где он был, что он делал, и как он был. До 12 лет известно, когда он в храм там ходил. А потом до 30-летнего возраста неизвестно. Да, 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 до 30-летнего возраста неизвестно. Ну, а в 30 лет он вышел на проповедь. Это мы точно знаем. Отец Иосиф был плотником. Значит, он тоже плотничал. Ну, то есть делал из дерева поделки. Этим зарабатывал на жизнь. А потом, когда он стал мужем в зрелых летах, вышел на проповедь разговаривать с людьми, говорить о Царстве Небесном, о вечной жизни, о законах истинных Божьих, которые люди попрали за 5500 лет до него. Ну, вот у меня начало что-то с заповеди, да, взять наше. Там есть такая заповеди, не выживай жены своего ближнего, не выживай рабов своего близнего. А вообще, как сказать, по религиозным нашим канонам всем, разве человек должен был унижать другого человека, а там, скажем, не выживай рабов своего близнего. Ну, тогда были рабы, поэтому такая заповедь. Ну, то есть раб это человек, плененный во время войны, там, или, может, вырос он там уже в плену и другого племени рода. И они помогали по хозяйству, работали. Не было же тогда электрических машинок никаких. Ну, и вот и все. Так оно и было, и было. И еще даже есть кое-где на земле. Дело не в этом. И в Новом Завете говорится, что раб должен служить Господину не за страх, а за совесть. И если ты уверовал в Иисуса Христа, и ты раб, то ты не ищи, как освободиться. Ты ищи, как спасти душу свою. А у нас как? За справедливость, свободу, равенство и братство хозяина нужно убить, освободиться. А потом как-нибудь уверую, тогда буду. Счастливым. А ничего этого нет. Ну, вот освободились от рабства, от крепостничества и так далее. Ну, и к чему пришли? К полному безбожию в нашей стране российской. Ну, вот как вы относитесь, вот, например, к исключению перехов к нашим богослужителям? Вот, например, байкерскими, там, тем, 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 тем. Евангелие Атеана, 20 глава. Господь говорит апостолам. Что свяжете на земле, то будет связано на небесах. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Ну, и разговор как раз идет именно об исповедании грехов людьми. То есть, есть посредник между Богом и человеком, это пастырь, который избрал Господь. Например, грешен и, ну, например, берет деньги за свои, то есть, ну, отпевания, отпущения грехов. То есть, ну, о чем мы с вами разговаривали, например, 3 минуты назад. Извержение Иссана. Все, написано в канонах, если только берет деньги за какую-либо требу. Извержение Иссана. А суд, суд церковный, должен его извергнуть Иссана. Да? Аминь. Совершенно верно. 99% улетит. И останутся только верные, которые не брали, не хапали себе. А работали с людьми, трудились, были им рабами. Некогда было и поспать там. И ночью, и днем старались говорить о Христе, как правильно жить. Какие-то ошибки исправлять свои жизненные. Воспитывать детей во Христе. Ну, и так далее. Понятно, это часто так делают люди. Но это ошибка большая. Надо искать священника настоящего, пастыря. Вот как наш батюшка. Он в деревне живет. У него овцы. Сам пасет, сам траву косит. И так далее, и тому подобное. Все, сам подкармливает их. Собака у него есть, которая охраняет стадо. Матушка, которая помогает ему. Он даже без детей. Даже без детей. Один. Сам. А ему уже... А ему уже... Семьдесят... Семьдесят... Семь. Семь. Ну, вот вы откуда? Какой области? Я с Алтайского края. С Алтайского края. С Алтайского края. Ну, мы рядом с меня с Кузьбатом. О, мы соседи. Соседи. Я недавно был в Новокузнецке. Ну, я с Белова. Ага. Ну, рядом. Ну, рядом. Все тут недалеко. В Белово тоже был. Ну, давненько продолжил. Я работаю на границе... На Салаире прям работаю. Там, где Борит. Урск. Может быть, наш ресурс запишите. Зайдете, посмотрите на батюшку на нашего. Чтобы не голословно. Называется «Открытым оком во свете Библии». «Открытым оком во свете Библии». Там 13 тысяч роликов. С роликов. Это где? На Ютубе. На Ютубе. «Открытым оком». «Открытым оком». Ну, глаз. Око, глаз. «Открытым оком во свете Библии». «Открытым оком во свете Библии». Ну, помоги Господи. С Богом. Очень приятно. Очень приятно. С земляка тем более встретил. Это редко бывает. Это редко бывает. Что-то у меня сегодня с Барнаула девушка была. И сегодня вот из Кемерово. А так с Москвы, с Петербурга. Откуда-то там еще, не поймешь. С Киргизии. С Киргизии. Ну, да, да. Это все-таки рулетка. Рулетка третья. Ну, всего доброго. Всего доброго. Ждем. Заходите. Заходите. До свидания. До свидания. До свидания.